Былое величие, Великобритания теряет мировые позиции, она больше не входит в пятерку стран с крупнейшей экономикой. Кто обогнался в Объединенное Королевство и как это повлияет на переговоры по выходу из Европейского Союза, расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Из Евросоюза Британия еще не вышла, но вот экономический Brexit уже состоялся. Соединенное Королевство покинуло клуб богатейших стран мира. Экономический рост резко замедлился в прошлом году после референдума по выходу из ЕС. Фунт ослаб, потребительские траты уменьшились, а цены поползли вверх. Все это отбросило Британию на ступеньку вниз и место в пятерке крупнейших экономик мира заняла Франция. Она присоединилась к компании США, Китая, Японии и Германии. Конечно же ухудшение финансовой позиции Лондона ослабляет и ее позицию в переговорах по Brexit. Мэр финансового центра Лондона Сити призывает правительство как можно быстрее вывести переговоры по сделке из тупика и заплатить Брюсселю столько денег, сколько он требует. Нам нужно понять, что мы сейчас торгуемся за гроши по сравнению с тем, что можем получить от хорошей сделки с ЕС в будущем. Мы должны как можно быстрее приступить к переговорам по торговле, чтобы дать ясность и уверенность нашему бизнесу в том, что он, как и прежде, может работать по плану А, а план Б пока отложить. Чем дольше длится период неопределенности, тем больше нервничают финансисты. Крупным компаниям проще перенести свой бизнес в любой другой европейский город. Зато они смогут работать по понятным европейским законам и не переживать по поводу налогов, которые, возможно, появятся после выхода Британии из ЕС. Ну а для Лондона это означает потерю тысяч, если не десятков тысяч рабочих мест. Правительство Терезы Мэй уже понимает, что тянуть дальше некуда и согласно идти на уступки Брюсселю. Своё изначальное денежное предложение Лондон собирается удвоить с 20 до 40 миллиардов фунтов. Правда, ЕС выставил счёт в 60 миллиардов. И пока непонятно, согласится ли на такую значительную скидку. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.